МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, друзья, всем привет! Сегодня 26 июня, суббота, снимаю для вас видео по многочисленным просьбам. Меня просили рассказать, как идет полив. Полив делаем очень просто и смотрим по температуре. Сейчас расскажу именно, как у нас устроена система капельного орошения, потому что очень много вопросов пишут в WhatsApp, Telegram, Viber, которым я не пользуюсь. Самый востребованный вопрос, как идет полив и как сделать орошение. Видимо, прошлогодняя цена пробудила многих сажать поливной арбуз, и бахчеводство в этом году развито по всей стране с очень большим плюсом. Вот эти столбы идут к нам на поле, питают две скважины. Две скважины стоят друг от друга 50 метров, а от дома 25. Каждая скважина глубиной по 20 метров установлен насос. Насос итальянский Sair NS95F, дробь 18, 5,5 кВт. Кубатура у него 25 кубов, а включается очень просто. Подходишь, включил и забыл. Сейчас мы не поливаем, поливали вчера. Время полива составило 4 часа водой и 2 часа селитры. Сейчас арбузы сплетаются, плети переплетают друг друга. Это очень красивый момент, особенно на закате. Если посмотреть на плети, они подняты вверх и подсвечены с золотистым цветом. Кто занимается бахчевой, меня прекрасно поймут. Все поле окружено озимой рожью. Здесь такой небольшой микроклимат спасает от песка, который постоянно присутствовал при сильном ветре. Также нужно не забывать, что сажать нужно кулисы и сажать лесополосы в нашей степной зоне. Это просто необходимо. По поливу на гектар примерно нужно 15 кубов в час. Тех бочек, которые вы пишите мне все время, что будем поливать бочкой, этого недостаточно. 15 кубов это очень много, тем более это в час. Если у вас 5 гектар, полить бочкой невозможно. Две скважины попадают друг на друга. Здесь они соединяются в удобрительной головке и фильтрим. Лайфлетом, магистралью вода подается на центр поля и потом по 175 метров рядами расходится вода уже на все поле. У нас прямой полив без каких-то бассейнов, сразу напрямую с мотора и сразу в капельную систему. Не нужно бояться, что вода будет холодная. Многие спрашивают то, что холодный полив это не очень хорошо для арбуза. Благодаря тому, что под пленкой находится капельная лента, вода согревается и капает уже тепло. Не нужно сравнивать воду с речек или с водоемов. Там вода совсем другая. Это два разных полива. Там совсем все по-другому. Преимущество скважинного полива вы можете сделать там, где необходимо. Вот захотели сделать в центре поля, чтобы был четырехпольный севооборот, вы это сделали. Там, где есть водоемы, там, где есть озера, во-первых, к ним подъезд очень плохой. Там все будет неровно. Ну и сама местность тоже будет неровная. И это надо все учитывать. По мне, проще забурить скважину, провести электричество. Ссылка в описании, как провести электричество практически даром. В общем, заходите, смотрите. Сейчас развивать сельское хозяйство благодаря электричеству гораздо проще. Те, кто провел электричество, себестоимость на килограмм гораздо ниже, чем те, кто использует генератор. Бензин растет, соляра тоже. Рекомендую всем сделать электричество на поле. По культиватору. Это идеальное средство против сорняка. Мы его используем уже лет пять. Средняя лапа выкидывается. И здесь идет ряд с арбузами, с пленкой и капельной лентой. Широкие лапы позволяют заехать в самый последний момент. То есть, арбуз зарастает у нас, четвертая культивация. И к РН заехать весьма сложно. Здесь мы продираем. Глубина, сами видите. Продрали и месяц травы нет. Всем рекомендую, если вы увидели на Авито такой культиватор, он называется КПШ-5, даже если в радиусе 500 километров, покупайте кровь из носа, потому что это очень редкая вещь, которую зачем-то сдавали на чермет. Сейчас можно еще найти на Авито и для поливного арбуза, и не только для поливного арбуза, а вообще, кто занимается поливом, это идеальный гербицид против сорняка. Рекомендую, ищите, смотрите, наберите в Авито плоскорез, либо КПШ-5 и покупайте. Кто попробовал, это реально работает. Поле очень чистое. Даже если дожди, даже если осадки очень сильные, всегда можно продрать этим культиватором. И здесь важна скорость. Если культивировать медленно, я об этом всегда говорю, трава сдвигается, она сдвигается с места и начинает расти дальше. Если ровный ряд и пронестись 12 километров в час, то трава из-под земли вылетает. В общем, всем рекомендую этот культиватор. Вообще, хотел снять видео именно про него, но то, что много сообщений по поливу, я рассказал про полив, как мы его осуществляем. Поливаем 4 часа через день и 2 часа удобрением. Как появится арбуз, примерно с кулак, будем наливать его чисто водой и каждый день по 4 часа. В общем, в принципе, все. Вот так вот выглядит поле. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы я снял следующее видео. Я почитаю и обязательно сниму для вас это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok